В городе появилась мобильная дизельная котельная на случай чрезвычайной ситуации. Передвижной модуль можно смонтировать в любом месте, где срочно необходимо наладить теплоснабжение жилых домов, детских садов, школ и больниц. Если теплотрассу, к примеру, прорвало. Репортаж Александра Вяткина. Передвижную котельную с помощью тягача привезти можно к любому зданию города. Подключить ее дело недолгое. По одной трубе в мобильную котельную поступает холодная вода, а по другой выходит уже горячая. Таким образом, эта техника обогреть может около 15 тысяч квадратных метров. По сути, это обогреватель только не для одной квартиры, а для целого дома. Мощности хватит минимум на несколько подъездов 10-ти этажки. Кстати, вода, которая по трубам поступает из системы теплоснабжения дома с водой из системы мобильной котельной, не смешивается. Гидравлическое разделение в теплообменнике, гидравлика не связана, она разделена. Поэтому вода, теплоноситель не смешивается. Воду нагревают железные пластины внутри теплообменника. Сейчас городские службы активно готовятся к отопительному сезону. Мэр лично проверяет состояние стационарной котельной в Зайльцовском районе. Отсюда подают тепло в дома микрорайона Стрижи, в детский сад и в больницу. Если где-то, не дай бог, у нас произойдет где-то сбой подачи тепла и с тем, чтобы не разморозить жилой сектор, либо какие-то другие объекты, подводим, подгоняем вот эту котельную, подключаем ее, врезаем в систему отопления и у нее запас полтора куба запас солярки. Этого хватит на 10 часов беспрерывной и бесперебойной работы. В городе уже есть две мобильные котельные. Но только они, в отличие от этой, угольные. В чем ее преимущество перед имеющимися у нас угольными, молочно-модульными котельными, которые у нас тоже есть зарезервированы, это время ее разворота. Полагаю, что время ее разворота не более двух-трех часов составляет доставка до места. Угольная там порядка семи-восьми только доставка будет и плюс ее привязка. Дизельная мобильная котельная обошлась городскому бюджету в 10 миллионов рублей. Деньги немалые, но во время сибирских морозов тепло в домах и комфорт дороже. Александр Вяткин, Данил Смирнов, Новосибирские новости.